Так, доброе время не суток, дорогие друзья. Сегодня у нас на канале Шашки с Олегом, с некоторым опозданием, но отметим такую важную историческую дату, своеобразный юбилей одного из выдающихся шишистов современности, международного гроссмейстера, экс-чемпиона мира Юрия Борисовича Королева. 4 августа у него был такой своеобразный шашечный юбилей 64 года. Присоединяемся к поздравлениям юбиляру, да, хотелось бы подметить его, некоторые примеры творчества показать. Юрий Борисович является, значит, шашистом колоссальной практической силы, огромных теоретических знаний. Я помню, был такой интересный момент, кстати, когда на стриме, в свое время я учился по его партиям, в детстве, короче, там, для меня был с таким одним из кумиров, короче, да, мечтал дотянуться до его уровня. И вот когда мы там в июне 2020 года на канале «Все о шашках», да, соревновались с ним, кто больше покажет красивых идей, Юрий Борисович начинал, короче, закончил показывать свою порцию красот, а потом говорит, ну, надеюсь, я теперь дотянулся до уровня Жени Кондраченко, да. Это своеобразная игра, то есть. Анализы Королева отличаются колоссальной глубиной, глубиной и длительностью, да. У меня такие вещи более-таки широкие, более эффектные, скажем так, у него именно колоссальная глубина. Ну, давайте посмотрим несколько примеров из его творчества. Дебют старинный отыгрыш с разменом, что-то, обычно, не на запки, а вот такая хорошая вариация, размен на Б4, да. То есть черным глядят ударчиком БЦ3 и ФЗ5, поэтому нападать Б3, если нельзя, из-за ударчика Петрова, да, таким путем. Поэтому, значит, играем БЦ3, да, и вот возникает одна из таких установочных схем. Пора уходить уже в стороночку, не давая нападать на 6 из-за ударчика Ц5, ЦД6, и такой ход Х6, не точно. Здесь у черных был хороший удачек, гасмейстер Акандауева, АБ4, ФЗ5 с инициативой именно у черных, приходится бить вперед-то, но Королёв, допустим, решил помыняться назад, значит, тоже интересная игра возникает, да. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Вот, черное подстроит удар ФЕ7, ДЦ5, поэтому приходится ФЕ3, БА5, БЦ3, ДЦ7, и вот сомнительный ход на вид белые сделают ЕФ2. Кажется, что черное легко выигрывает, Д6, Е5, и не видно, куда ходить, так ведь? И тут, значит, колоссальная идея, ЦБ2 и ЦБ4. То есть никто никогда из разминистрая в один ход у себя выиграть не позволит, да, то есть в серьезных партиях, так что смотрите. Будьте осторожны, да. Значит, шашки бить А5 и А3 нельзя, получается, на А3 приходится бить этой шашкой, да, тогда начинается второй удар, колесо вот с такой стороны. Такая вот эффектная королевская вещь. Так, идем дальше. Хороший анализ у Королёва был. Значит, такая вот классическая схема дебюта Игра Рама Цукерника, да. Богатая позиция, значит, на игру там, да, Пара Черный загоняет и будут контролировать центр, да. Ну хорошо, пускай будет так, отдаем центр, да. И вот цепляемся за малейшие нюансики. Белый контролирует поля по 45, Черный пытается центр выйти. Так, еще раз назад, АБ2, Е5, БЦ3, поменяемся, да. Сложная позиция. Ловушечка подстроена детская история, нельзя играть ИДА2 и за ударчика ФЖ5 все видят нам. Давайте пойдем в Е3, и вот Черный закручивает интересную пружину осложнений. Кому кажется, хоть неудачно, ведь Белый атакует таким путем. ЦБ2, не давая ходить Б6, Д6, ФЖ5 и ЖФ2, да. Тут возникает дикая абсолютная позиция, ну, под названием «Кто кого перетанцует?». Черный ходит Е6, странный ход. В чем идея? Оказывается, нападать нельзя из-за красивой присоски АБ6 и БЦ5. Любопытно, да? Хорошо, ладно. И доценты всегда чувствуют. ДЦ5 просто так подождать не удается из-за АС4, и нет ни одного хода, оказывается. Ведь пошевелиться невозможно из-за ударчика Ж3, Е7. Значит, Белый уже начинает нервничать, да. Но находится четкий ход БЦ5, который пресекает эти детские угрозы. Посмотрим, что будет дальше. А Черный, оказывается, еще дальше видели. ДЦ7 – интересный ход, сохраняющий какие-то мотивчики комбинационные, не дает нападать в Ж3 из-за СД6 с ничьей в итоге. Значит, Белый чувствует опасность, ходит СБ4, да? Давайте поменяемся таким путем. И по-прежнему идея нападения невозможна из-за АБ6, хотя бы БА5. Ладно, тогда пойдем в БЦ5. Если пойти ДЦ7 здесь, отличный ход, только выжидательный, который сохраняет еще одну идею, ведь опять нападение невозможно из-за хитрой присоски ЕФ6. Потом их 4, еще раз Е7. То есть удивительно. Сколько хитрости в построении черных, да, как они пытаются насохмырить, да. Но Белая на чеку уходит АБ4. Ну, давайте АБ6 пойдем, да. БЦ3. БЦ3 точный ход. Нападать снова нельзя было, да? БЦ7, БЦ7. Значит, тут фишка в чем состоит? Если напасть в Ж3 здесь, опять какой-то замысел там был. Едоцент я всегда чувствую, да? Смотрим, давайте. А, похоже, по-моему, из-за хода ЕД6, одну секундочку там, да. Подзабыл точный порядок ходов, короче, на. Какая-то такая идея мелькает при случае там. Ну, то есть если сбить сюда, то АБ4 находится, примерно такой мотивчик, да. Так, то есть Королев показывает, что ход БЦ5 должен выигрывать, да, БЦ5. Так, теперь там после хода. Сюда, 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 еще раз сюда. ЖФ6, ЖФ6 такой ход, точно не дающий, ЖФ3 и ЗФ5 снова, да. Вот, вот, мотивчик здесь, да. Да, ЖФ6, ЦБ4 наконец-то поменяется здесь, да. Опять нападать нельзя из-за хитрого маневра ФЕ7, ЕД6 и БЦ5 все-таки с ничьей, да. То есть удивительная позиция, да. Значит, ну, мы ходим БЦ5, Е7, и только здесь, наконец-то, уже ФЖ3 с чистой совестью и выигрышем белых, да. Такая вот хитрая позиция, сложная борьба замыслов, идеальная иллюстрация. Так, идем дальше. Следующих красивых анализов, у него их, конечно, сотни, допустим. Мне запомнился такой интересный фрагмент в дебюте Перекресток. Так, ЦБ2, традиционное построение такого типа, да. Вот АБ4, давайте подкрутим. ФЖ5, значит, БА5, вот это интересная тема, интересно, в чем пользует связка, да. Черные, оказывается, выбивают важную опорную шашку, в белых сомнительная позиция стала. Но мы ходим БА3, до последнего сохраняя колоночку Д2, Е3, Е4. Ну и посмотрим, к чему это приведет, интересное осложнение. Черные временно отдуют шашку, да, и пытаются с такой оригинальной связкой прорваться в данке. Им это, конечно, удается. Посмотрим, что будет дальше. Подрыв с этой стороны, сюда и сюда. Ну, только тут игра, считай, начинается. И вот БЦ3, интересный план. Оказывается, допустим, подождать просто дамкой невозможно из-за хитрого ударчика масштабного. Сюда забрасываем, сюда. Так. ФЖ3, и за гибущими реками все снимаем, да. Интересный замысел. Значит, допустим, эту опасность черные почувствуют. Вот, если пойти вот ДЦ5, по-моему, правильно играть ДЦ5, да. Хотя тут еще план такой из Ф4, если так и есть. Идея в том, что на бой на ФЖ3, тогда ФЖ3. И вот такая отличная тема. И отходить, похоже, некуда, да. Или все-таки Ф4 спасает, насколько я помню, да. Но не в этом замысел. Главная красивая идея в этой ситуации, именно после хода СЖ5. Тогда четкий ход на А5 с идеей ЦД4. Если черные нападают вот таким путем, думаю, что у белых нет хорошего свободного темпа, тут скрывается красивый такой мегаудар ФЕ3. Дикая позиция абсолютно, да. То есть, ну, черные, некуда бить. Такой вот коварный замысел. Классическая ловушка, еще известная такая, одна из самых ходовых. Однажды Ребрисович применил в партии путеммастера Александра Гантмана. Известное построение дебюта кол, там буквально из ничего нашел свежую такую ценную идею. Так, атакуются Б6, СБ4 построимся. Бой-бой-бой. Ну, традиционное построение такого типа, да, классическое для дебюта кол. Ну, вот, значит, ЕДА-2 ход такой острый, сомнительный, немножко, да. ДЦ3, оказывается, ход, честно говоря, за белых он проигрывал. Черные сразу кинулись в атаку, таким путем, да. Ведь на закрытие ЕДА-4 надо выполняться ЕДА-6 аккуратно выигрышем со стороны черных. Вот таким путем дело было сделано было, да. И аккуратно выигрышем в черных в этой ситуации. Но, к счастью, да, кому-то, к счастью, кому-то, к сожалению, значит, этого маневра черные не заметили с ходами ЕДА-6. Пошли просто БА-5 и думали, что выигрывает сразу, да. Такой очевидный, с построения ходить некуда. На самом деле скрытые удара, идея удара на поле ЕДА-8. Таким путем вот сюда. И неожиданно выигрывают все-таки белые, да. Отличная ловушка, много раз на Гамгаре его с ее помощью выигрывал. Вот такие вот несколько легкие зарисовочек, да. Примеров удовольствующих творчества из Мейстера Королева. Так что, еще раз поздравляем с юбилеем, юбилея, да. Несмотря на то, что он постоянно приблиняется, типа, я уже там старый человек, а с вами, типа, с белошевыми, там, кондраченками и прочими якутами бороться невозможно уже, да. Она регулярно показывает высокие места. Допустим, выиграл чемпионат России в 15-м году в быстрой программе, там, да. Так что, Борисович еще в строю, молодец. Есть на кого равняться. Ну, все, спасибо за внимание. Увидимся еще не раз на стримах, надеюсь. Пока.